Вам, возможно, доводилось слышать что-то вроде «Скорость некоего летательного аппарата равняется 2 маха». Или в каком-нибудь научно-фантастическом фильме, или, может, в боевике, вы слышали что-то вроде «Мы пойдём на 1 или 8 маха». Наверняка вы поняли из контекста, что речь идёт о скорости. Эти цифры характеризуют некую скорость. Если вы так решили, вы абсолютно правы, и эти цифры представляют собой множители, или части от скорости звука в той или иной среде. Если известно, что число маха равно 2, это говорит нам, что скорость в 2 раза выше скорости звука в определённой среде при определённых условиях. Итак, я повторю. Если известно, что число маха равно 2, это значит, что скорость в 2 раза выше скорости звука в определённой среде при определённых условиях. Это важное уточнение, потому что скорость звука не всегда одна и та же. Скорость звука зависит от того, где он распространяется, в воздухе или, может быть, в воде, и даже зависит ли он от состава воздуха. И даже если звук распространяется в воздухе определённого состава, смеси газов, его скорость также зависит от температуры. Так, если вы на уровне моря и температура равна 20 градусам Цельсия, скорость звука равна 300. Итак, уровень моря, возьму другой цвет, синий, для уровня моря. Здесь скорость звука будет около 340 метров в секунду. При 20 градусах по Цельсию, комфортной температуре на уровне моря, скорость звука около 760 миль в час. А если температура падает, то же самое происходит со скоростью звука. Если температура опускается, то же самое происходит со скоростью звука. Это мы запишем. Прекрасно. Если же температура растёт, увеличивается и скорость звука. Так что, если вам говорят, что что-то движется со скоростью 2 маха, имеется в виду, что оно движется в 2 раза быстрее звука в определённой среде. Обычно подразумевается что-то движущееся в воздухе. И скорость звука для определённой температуры. Если идёт речь о большой высоте, обычно, чтобы двигаться с такой скоростью, приходится подняться довольно-таки высоко, где воздух менее плотный, и температура там может быть значительно ниже 20 градусов по Цельсию. Так вот, если что-то движется со скоростью 2 маха, означает ли это, что его скорость составляет 680 м в секунду или 1520 м в час? И, конечно, когда сообщается скорость в воздухе, имеется в виду относительно воздуха. И ответ будет «нет». Наверняка эта скорость будет чуть меньше, потому что на такой высоте скорость звука тоже будет ниже. Есть рекорды скорости и на Земле, которые позволяют говорить о скорости в терминах числа маха. В подобных случаях число маха приравнивается к 760 м в час или 340 м в секунду. Кстати, вам, наверное, интересно, чей это портрет, скопированный из Википедии? Это Эрнст Мах. Тот, в честь кого названо число маха. Эрнст Мах. Австрийский физик и философ. Он исследовал ударную волну, звуковые волны и тому подобное. Так что число маха названо в его честь. Познакомьтесь.